господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 104 вопросы события дня задавайте вопросы 24 марта 2016 года повторяю такой часть не все что идет а что-то берем и чтобы рассмотреть просили ну вот это как эпиграф к этому кругом измена трусости обман вот это прочитайте посмотрите потому что находить в этом надо это как печать как напутствие и это погубила императора погубила россию вот этого 3 то что сегодня свирепствует буквально в государстве в церковных кругах особенно ну а дальше то что я не бываю ни в одноклассниках не в контакте модераторы переносят на наш форум сами переносите сами пишите прямо на форуме мне легче ну и объявление помогли содержание краткое на какой минуте секунде вот высветилось посчитайте что тут написано потому что содержание роликов уже некоторые делали это помогали только ну и вот это вот на нашем сайте вот эти библии на сайте это сайт вот это все там нового аудио видео перевести вот в эти системы позиции но идут занятия вот она девочка заранее сергею позвонить как раз сегодня пятница так мы и дальше юрий соболев миром игнатий тихонович и братьям спасибо христос за ваши ответы на мои вопросы и пожелания вы конечно великолепный рассказчик житье пересказали во всех лицах не просто с выражением а если сравнить как актер рассказывает байку из актерской жизни заслушаешься так и вы рассказываете как артист но еще наполняется рассказ вашим личным опытом и сразу понятно вы знаете пережили то о чем говорите истории из потеряка оживают на глазах я насчитывал отец арсений где и люди которые слушали все плачут а почему как это можно потому что я насчитывал и плакал вот мне нужно было читать стихотворение дочь и фая библейские мотивы там где-то 100 4 было кажется репродукции гюстава даря большого формата книга еще дореволюционная мы на каждой гравюру какой поэт что говорил а то работа была это в грузии там у одной нашел попросил на время сделать я стал искать моим воображением это считать надо так такого нет а я поехал там где артисты есть на дом приезжали заслуженные артисты там рссср ссср очень высокого класса люди потом они отдельный театр образовали при перестройке и вот у меня был один такой эдуард дмитриевич овчинников и он начитывает и он когда дочь моя когда она выше навстречу он рыдает и проплачет и все кто слушает все плачут невозможно удержать от слез ты прямо видишь эту картину но я не артист поэтому дальше особо учетливо это высветилось при чтении истории брата михаила домнича смеялся регулярно по милости божией с ним сразу созваниваемся и порой разговор затягивается на час и более невозможно насытиться духовными разговорами как и вообще жизни будут в духе храни вас господь вы всегда в моей молитве я отвечаю от михаила домнича пришло письмо и оно рядом с вашим а далее я ему пишу от вас якобы пришло письмо а открыл там пусто что это если это сбой в технике то прошу повторить игла а когда далее стал скрывать то вся наша переписка исчезла не строчки как будто он открыл снова другую страничку так ли это может быть его там опросить это что-то делается непонятное вот от михаила домнича у меня на первой странице там где фотографии по все одиночку поставлено вот это было и не убирается то ли у меня с техникой не ладно еще вот это вот вот если я ее нажму она вот как выглядит какая там у мардашвили что-то тут говорит это понятно сделала но не могу назад вернуть никак то есть убрать ее то есть в эту строку тут мои фотографии зачем она тут влепилась то ничего не могу все утро сегодня смотрели поэтому михаилу домнича если можете то уберите ее или у меня счет вот эти непорядки делаются так домич пишет мне нет вся переписка с вами у меня на месте никакой интернет диверсии с моей стороны не предвижу хоть и примемей фамилия мая на д надо я ему отвечаю вот и слава богу я не говорил что все буквы д и с плохие люди просто вот так высветилось что когда эти буквы вместе составляются то это самые лютые волчары и поэтому ваша осторожность не помешает чтобы как-то не зайти на тропухи трансплетений как уже есть высветившиеся на моих ресурсах но есть такие которые даже с д вот у меня нынче был из баптистов принимал крещение здесь нормально все идет но как то почему то вот такой если д вижу там дворкин занялся мною тоже на даже дворкин этот модель и сиянина этого других то сколько алфавит есть то есть это для насторожения александр лобачок мир вам патриарх выразил соболезнования от теракте в бельгии заострил свою речь о возникновении такого радикализма и говорит что еще никто глубоко о нем не говорит и не знает что сказать с богословской точки зрения дайте свою оценку по этой точке зрения во свете библии то есть вот вопрос есть патриарх говорит и никто на него еще не ответил с богословской что значит богословской я понимаю это с библейской стороны я тогда раз меня просят я отвечаю я не лезу туда вот как я отвечаю так 887 так как они сеяли ветер то и пожнут бурю хлеба на корню не будет у него зерно не даст муки а если и даст то чужие проглотят ее я говорю это не только те которые воюют а россии что сеяли даже дворянин ульянов назвал россию тогда международный жандарм лезвию куда не надо вообще там штурмовали альпы сколько там людей положил суворов чертов мост нужен он ему был ну ты смотришь павел император уже все готовил экспедицию до индии чтобы сапоги там вымыть в индийском океане сумасшествие форт артур где находится аляска где находится и там где даже мы там были я был в америке посещали где русские там форты роз вот и все сели пожинают это бог вразумляет восстает чингис хан тамерлан хан-батэй тут мало гитлер наполеон они будут идти и тихо для рима а тела аларих они придут потому что везде сами делали что сеяли то и пришло и те получат свое который вылезли дальше который крыльфянам при всем скажу кто сеет скупа тот скупой пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет я повращаю это обращаю не только на то что павел горит о милостыне но и о злых делах это сходится здесь вот высели это все польша что одна из губерний была у россии финляндия одна из губерний то есть подавились наконец лопнулись шрева расселась и советский союз российскую федерацию по частям уже старается разрубить все наконец и главное это там 35 миллионов живая прибыль была а сегодня бегут из россии то сколько убежала за последние десятилетия за перестройку то прямо бегство из россии идет и женщины отказывается рожать и какой-то материнский капитал вот это михайлович выступает одна женщина дети от любви горит они от денег зачинаются вот придумали теперь хорошо конечно что дают в материнский капитал только на учиться там дом купить но и помогают купить но люди-то хитрят тоже ему деньги надо где-нибудь проживу деньги надо ну купил домик теперь все оформили но закон это не что продать не может а теперь может наследникам дать или продать и деньги опять в руках будут а деньги распузырили пропили вот кто скупо мало сеет зла лучше бы не сеять его меньше было это много крупного и сели во всем мире что там делают и сама ударили они же там рассуждают где ударить а там откуда все идет главный центр гнездо массовской бельгия там ударили где этот зверь будет туда сами подумайте а чего они туда лезут а сейчас повышенная опасность значит какой-то разряд проводят служение полиции милиции там буквально ночует а сможем удержать нельзя нельзя главный то взрыв еще не получился в бельгии а про протоколы масонские говорят будут под зданиями правительственными заряжать туда самосвалами брызчатку под завязку нагрузят и все эти здания вырухнут дальше эти ездры выйдут как вепри из леса карманяне неистовавшие в ярости и придут к великой силе ступят в борьбу с ними и опустошать часть земли ассирийской ну вот они и вышли эти вепри вепри дикие кабаны это даже и говорит откуда выйдут ну из пустыни из леса оттуда они вылезли это вот они есть это предсказание это прямо пророчество какой радикализм прямо называют кто это люди которые живут по корану по священной книге своей у них руководство определено чтобы не просто банда собралась вот как 1612 году там никакой идеи не было греб убивай все твое греб награбленное здесь обоснование очень четко эта книга коран а более экстремистской книги нет на земле а ветхий завет прорубался именно вот так моисей целой народностью уничтожались и кто же вот по ветхому завету из них и спрашивать нечего начинать то надо то что вдохновляет перерывается не нефтяные перевозки там 18 тысяч нефтевоза входит а идея идею как победить вот иуда бенгур когда начинает говорить надо как-то уничтожать он говорит здесь идея это в головах против идеи только идею можно а против этого что новый завет библия вот ответ где патриарх не знает чего не знать радикализм что за слова чисто рафинирован мирской разум слова все такие же ты прямо смотри в библию что посеяли то и пожали там еще не бойся что будут замышлять против тебя и да не смущает тебе не верить тех которые будут говорить против тебя ну ничего не надо делать это знай молись призовите людей к молитве там тоже умирают молодые люди в одно место собрались собираются эти варвары там караулы все бегут и там им крышка да с той стороны если разбирать вот просто забыть что есть бог будущее правильно они тут вылезет а то ли они в домах будет захватить или в одном месте хлобыснул их и нету вот так мы не можем рассуждать это тоже люди молодые люди обманутые обманутые сатаной потому что где человеку убийство и ложь там сатана какой бы книга не прикрывались это убийство притом взрывает кого не знает кто сидит там метро никого не знает в аэропорту самолет дети мало то есть мальчики даже даже по закону было девочек маленьких не убивали израиль когда шел здесь всех подряд убивает это страшное конечно состояние ереме 16 глава зато языки иль а языки иль зато вот я соберу всех любовников твоих которыми ты услаждалась и которых ты любила со всеми теми которых ты ненавидела и соберу их отовсюду против тебя и раскрою перед ними наготу твою и увидят весь срам твой вот и пришло время подол говорит как каганович говорил матушке россии подол то поднимем на голове завяжем вот это все и пришло патриарх еще не знает за грехи а там меч бишь божий пришел как тамерлан пришел вакуум не восстанут ли внезапно те которые будут резать тебя и не поднимутся ли против тебя грабители и ты достанешься им расхищение вопрос так она и должно быть потому что отступление от греха нету всякое колдовство все разрешили как на украине гей парады все секты все там вот эти майданы пошел тут по-другому не будет ажов пример дан горели там покрышки пришли к власти сбросили одного правителя другой а вот из них когорты это милюков говорит выходят там какие-то рсд рп там выходили они голосовали буквально дерутся а то смотрю как они за одним столиком смеются выпивают и это ему назначено он это делает масонское масоны а масона там комитет 300 а над ними над ними ливийное колено а над ними там тройка там пока дойдут до конца но мы то знаем конечно расклад будет один еврей над всем миром никакого и гила никаких россии не будет никто то придут они наведут порядок православный сарис купитель при том это дело-то бредня одно самое настоящее но после всех победителей победит христос этот иудей из колена будет данного и царство будет ровно три с половиной года 42 месяца библия это сказала как бы события не разворачивались придет только к этому юрий соболев гнатий тихонович такой вопрос сегодня слушал лекцию то геннадий фаста царя соломоне и отцом геннадий было сказано что изображать царя соломона с бородой неправильно он был безбородый в отличие от своего отца царя давида действительно ли это так откуда это предание откуда я это не знаю но я думаю так не знаю может быть все подкаблучники безбородые потому что он то был самый настоящий подкаблучник во всех до всех народов на 700 там же он там 300 на лошадь что у него было то и каких идолов они хотели капище загадили весь иерусалим что соломон ему то еще прощается он не попадает под закон который бог дал он достоин был анапиме сто крат соломон вот так он безбородые есть и они может быть показывали бороду кто бреет протопопа вакуум называет это блудодейная ересь это ересь что доказывать тебе я верующий мы евангельские христиане а борода языческого лицо языческое счеты под евангелие то строишься но самый совершенный человек с большой буквы христос бородой был больше тебе ничего не надо говорить апостолы даже баптисты где изображает все изображает с бородами а пророки все до одного с бородами пророки надо что то что я отвечаю явно не явно был соломенный почему соломенный старообрядцы не говорят соломона соломон у соломона я и говорю вот он соломенные соломенная вдова то есть она не вдова его взяли в армию она свободно и гуляет теперь где хочет ну то куда уже дальше то больше его другой только был князь владимир это было 1000 зафиксированных которых кормил бабик полк а у владимира 2000 было юрий соболев может быть все подкаблучники безбороды ответ на 100 баллов игнатий тихоныч а ведь действительно наверное это ответ самый исчерпывающий спаси христос встретил одну любопытную деталь за заметку на заметку православном апологетом воинственности привычная русская идиома воин христов греческом языке звучит безусловно правильно атлет христов надо бы как бы к этому прислушаться или духовный атлет именно так святой климент римский именовал апостола петра и павла а святого афанасия святого антони великого именно этим понятием широко пользовался святой григорий палома его сподвижники но понятно это не библейская и дальше я отвечаю вот что на это отвечать какие подтверждения там златоуста кто не считали говорили для меня это никакой роли не играет совершенно меня авторитетами златоуста не испугать почему потому что библия себя бога боюсь кто бога боится тот никого не боится запомните это а кто бога не боится на перед археереме корчужицы везде хвостом виляет лежит неподобное место отвечаю любой настоящий воин есть и атлет на первом месте воин в ответ это ниже то есть сильный в различных видах спорта отлежив далеко не не каждый даже был в армии и не есть воин и не свой на нам еще до атлетов там он находит а какое отношение к нам имеют атлет тишит только себя и тщеславится как правило а воде защитники в духовном плане это превыспорение звучит и ветхом и в новом заветах и все же согласно смысла святой библии перевода на русский язык смысл заложен именно о войне а не о спортсмене атлете словарь ожигова считаем атлет первый спортсмен занимающийся атлетической гимнастикой атлетикой ну и занимайся на какое отношение ко мне имеет они там пожирают только продукты а человеке крепкого телосложения атлет атлетизм крепкое красивое телосложение тоже что культуризм атлетика женский род спортивные упражнения требующие разносторонней физической подготовки легкая атлетика вид спорта бег ходьба прыжки метание копья диска толкание ядра и другое тяжелая атлетика вид спорта поднятия штанги никакое отношение это имеет спасение или что-то никакого воин что означает уже человек который служит в армии воюет тот кто сражается с врагом ничего себе это защита отечества воинственный обладающий воинским духом храбрый свойственный воину решительные готовы к столкновению воинствующий активный непримиримый вот слова атлет святой библии вообще нет 1 тимофей 4 8 ибо телесные упражнения мало полезно а благочестие на все полезно имея обетование жизни настоящий и будущий солом 18 и она солнце выходит как жених из брачного чертога своего радуется как исполин пробежать поприще ма вторая маковейская пробежал дальше точно ничего нету так что священники перестали быть ревностями к служению жертвеннику и презирая храм и не родя жертвах спешили принимать участие противных закону играх по лестры по призыву бросаемого диска этому когда уже было то давно известно если осуждается профессионально вот который спорт он разрушает здоровье это все понимают и говорят и погибают вот здесь был спортсмен там черепанов кажется алёшка и прямо во время атакой надежды подавал все сердце уже работал и чувствовал не так работают у него хоккеисты ну и все погиб слово воин святой библии упоминается 195 раз 195 а то опять не разыщего 1 користианам какой воин служит когда-либо на своем содержании только лифянам ибо мы ходя во плоти не по плоти воинствуем 2 користианам оружие воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы 1 тимофей преподаю тебе сын мой тимофей сообразно с бывшими а тебе пророчествами такое завещание чтобы ты воинствовал согласно с ними как добрый воин них а пио бросал где-то на стадионе то воинствовал 2 тимофей и так переноси страдание как добрый воин иисуса христа откровение и увидел я отверстие небо и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный который праведно судит и воинствует воинствует защищает у воина оружие а у атлета спортивный и лентарь воин ведет брань войну против дьявола против демонов а атлет тешит дьявола угождает ему ну это большая разница а атлет тешит дьявола спорта что делает 2 користианам оружие воинствования нашего не плотские но сильные бога на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы ефесянам 6 глава облекитесь во все оружие божие чтобы вам можно было стать против козни дьявольских какие потому что наша брань не против плоти не против крови плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы под небесной а те наоборот служат спасмены это все служит дьяволу они тешатся девочки я говорю еще такая кислая то но в втором классе то и во время плавания заняла не первое место и прямо ревет слезами уливается уже она готова утопить остальных своих сопротивниц для всего примите все оружие божие дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять устоять а атлет еще может не дня ничего не только сегодня вот показывает там культуризм мускулы восемь раз в день едят и даже где бы ни были с собой они все время термоса горячей пищи тащат но это туалет ходящий и так встаньте припоясав чресло ваше истинную и облегчить облегчить броню праведности ничего этого нету атлета это только у воина я был в ноги в готовность благовествовать мир а больше всего возьмите щит веры которым возможно угасить все раскрытые стрелы лукавого а это стреляет из лука там доску какую поставит а это угасить и шлем спасения возьмите шлем шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие все понятно воин это божественно а атлет это выдумка сатаны юрий отвечает раз эта библия говорит воин значит воин и нечего умничать с атлетами смиренно согласился я тем самым нанеся болезненный удар по голове своей гордыни и умничание мысленно возблагодарю бога и вас за вразумление и наставление это не покаяние разве он говорит это главный виновник он меня восхваляет там то другое ну когда ругает то есть радуется если кто хорошо отзовется прямо умирают от зависти я отвечаю как говорит святое златоуст атлеты на ринге перед борьбой греко римской натирались маслами чтобы быть скользкими и вот это намачивание златоуст обращаясь в духовную сферу чтобы мы христиане воины христов были так намачены духом святым чтобы сатана не смог нас побороть сулюль соболев да по-русски сказать силач но под силой понимать силу духовную кстати как в исламе джихад духовное усилие духовная сила которые иногда трактуют как война малый джихад все же дивные образы для назидания использует святое златоуст сколько считаешь столько изумляешься иисус сказал матфея 28 19 итак идите научите все народами один спрашивает ну как сейчас это уже о другом речь идет это не юрий говорит что идите сначала научите а потом крестить а я отвечаю тут не написано сначала научите потом крестите а слово крестя где и причастный оборот по смыслу вполне можно понять что крестить можно и во время научения и после научения слушаем снова и так и дети научите все народы крестя их в имя отца и сына и святаго духа них не потом крестите как пишут так крестя не надо ни этого слова добавлять когда дальше михаил домнич да мне это понятно имею ввиду что меня крестили маленьким и именно так я помню хорошо что недоумевал зачем меня топят в присутствии народа в торжественной обстановке топят его если придет время так это другое уже совсем вот говорят вот такой-то был там разговор там ролик вы его не выставили решаю я выставить не выставить но дело в том что меня просят не выставлять вот я с кем-то разговариваю а человек говорит ну не выставляйте этот ролик потому что я почему ну не выставляйте я не выставляю его если можно уступить но я ему отвечаю такому если придет время благое и сочтете смотреть нужность его ролик то очень даже хороший тогда дадите мне знать и я его из архивов добуду на пользу верных видите как некоторые беседы с ним были с человеком он вот до такого время там до половины там января до половины февраля а потом гляжу уже никогда не дает возможности поставить они мне так и засохли эти ролики это беседы с ним или бывает даже другого просят другой ролик с другим человеком а тот то не знает а мы с вами говорили а почему ролика нет чего тебе объяснять то я хозяин и поэтому мой ресурс и я ставлю что надо на человек просит я его уважаю я высчитал и вижу а он все потом этот человек против меня обратит это его работа не моя моя показана в уважении к нему в почтении я он просил я не выставил все а что он против меня теперь говорит там это все это прах забудется и как бы никогда не было вот мне много выставляют сейчас это наша страница мой мир вот она как выглядит заходите здесь и пишите надо вот теперь я это вот уберу которое сегодня утром выставил то уже вот наш форум как он выглядит посмотрите выставляют тут один не очень большие материалы большие и просят об александре мене сказать вот о нем отрицательные отзывы я не могу говорить ни одного отрицательного отзыва об александре мене почему потому что его нет он за себя не может заступиться но и беседе с ним аудио мои беседы на нашем сайте стоят вот это вот сайт на сайт здесь в аудио звук и видео мои беседы с александром менем а у меня получилось где-то я не знаю 6 что ли сколько то по я велки радиопрограммы барнауле здесь онлайн и там две из них были одна была часовая программа воскресенье вообще вот и я и александру меню задавал вопросы не соглашался с ним я имею право это говорить не соглашаться почему-то это повтор нашей беседы а вы не имеете потому что полегаете мертвого льва нет никак ну а теперь еще что у нас открыто православный видеоканал это очень большой канал это 4200 роликов наших только здесь по плейлистам они разложены но тут тут есть такое если нажать вот здесь главное вот главное вот видно где я шевелю то сразу он по-другому покажет жития выставляется на каждый день жития нашелся добрый человек и вот он теперь обрабатывает и выставляет каждое житие насчитанное мною тут чё написано внизу считай 24 марта страдание святого мученика священномученика пиони дальше геннадий лапкин православный проповедник миссионер 66 просмотров 23 часа назад но только поставили 66 просмотров тут побольше бывает много то нету тут 120 люди не сильно к этому идут я показываю задавленная собака на дороге лежит убирая палка это посещаемость там три тысячи человек три тысячи человек а человек обыкновенно ведет ничего нету идут две женщины они взорвали интернет голая совершенно три миллиона ну то есть забежал магазин там выскочил глянул ничего нет и другое дело когда к этому человек имеет отношение вот сюда на наш форум приходите регистрируйтесь и ставьте ответы будут сразу напишу не письменно именно вот эти утренние наши занятия все на этом сейчас пост тут поменьше оставляю по славу божию